Китайфон по меркам дня сегодняшнего это уже не оскорбительное выражение. Смартфоны из Поднебесной нынче рвут в клочья многих обрендовых конкурентов. Кого-то набором характеристика, кого-то крутыми особенностями. И все это подается под пряным соусом из крайне низкой цены. В последнем занятии лучше всех себя традиционно проявляет компания Xiaomi. Их продукты зачастую не только дешевле, чем решение от Samsung или Sony, но и доступнее продуктов от других китайских брендов вроде Huawei или OnePlus. Но что же делать, если народ уже привык к твоей щедрости и воспринимает ее как должное? Нет. Пытки и казни остались в прошлом правильный ответ. Запустить суббренд и продавать продукты еще дешевле. Покафон F1. Новый смартфон от нового бренда. Звезды сошлись. Стопроцентная заявка на успех. Или нет? Давайте разбираться вместе. По традиции феррумком начнем с внешности. Корпус девайса представляет собой воплощение мысли «А давайте сэкономим баблишко, чтоб на магнитике на холодильник хватило». Тыл пластиковый. Он покрыт монотонной перламутровой краской. Ребра также не из драконьего стекла, а из все того же поликарбоната. Никаких узоров, снятых фасок на металле, которого тут нет. Интересной геометрии и так далее. Не то чтобы обидно, но согласитесь, скучновато. В продаже также вот-вот появится самая навороченная версия F1. В ней задник выполнен из гевлара. Вот это уже круто. Жаль, что на старте купить ее было нельзя. Так что наслаждайтесь видом нашего голубого образца. Фронтальная панель прикрыта закаленным стеклом со средненькой олеофобкой. И мхо в том же Mi A2, который я тестировал относительно недавно, она была повеселее. С другой стороны она есть, а это уже хорошо. Сборка девайса не подкачала. Все подогнано отлично. Про щели и зазоры здесь и речи не идет. В руке устройство сидит уверенно, но люди с iPhone SE головного мозга вряд ли с легкостью будут с ним справляться. Что еще важно знать по корпусу, про беспроводную зарядку смартфон не слышал. Под его пластиковым задником места для нее не нашлось. А вот, к примеру, в моей пластиковой Lumia 920, которой уже 100 лет в обед, еще и как нашлось. То же самое касается и NFC. Я кого дитька? Спросите у фокафоновцев. Ну шо ты со своей допотопной Lumia лезешь? Сравнил буй с пальцем. Ко-ко-ко. Про старушку Nokia я вспомнил только потому, что NFC и Qi придумали не вчера. И лично мне хотелось бы видеть эти плюшки поголовно во всех современных смартфонах. Кто за? Ставим лайки. Продолжая вопрос внешности девайса, сообщу, что его лоток под симки вмещает только две сим-карты формата Nano. Либо одну симку и карту памяти microSD. Такой же крутой разделочной доски, которую мы, к примеру, видели в Redmi 6 Pro или S2, тут нема. Ну а теперь к хорошим новостям. Мини-джек в смартфоне есть! Ура! Сканер пальца радует своим быстродействием и стабильностью. А в брови, к которой нам кажется, все же придется привыкать, живет датчик, заточенный специально на распознавание лица пользователя. Быстрый, зараза! Просто обос... Переходим к экрану. Покафон F1 оборудован 6,18 дюймовой IPS панелью с разрешением 1080 на 2246 точек. Плотность пикселей 403 штуки на дюйм. В реальной жизни четкость картинки не вызывает никаких вопросов. Смотреть на дисплей более чем приятно. Зернистости нет. Диапазон регулировки яркости радует по своему верхнему значению. Тогда как нижнее просто ок. При просмотре информации со смартфона в полной темноте иногда посещает желание сделать подсветку самую малость тусклее. Углы обзора, по мнению нашей камеры, совсем не идеальны. Ибо картинка якобы частично теряет яркость при критических отклонениях от глаз пользователя. Инфа, которую я вижу своими глазами, читаемость на нет не сходит. Даже при экстремальных наклонах инверсия картинки отсутствует. Мой брат по оружию Дмитрий Леонидович относительно экрана F1 имеет серьезное замечание. Он четко видит засветы по контуру матрицы. Лично я их в повседневном использовании не замечаю. А морочиться на эту тему или нет решать только вам. Еще одна особенность экрана, о которой я уже успел обмолвиться, бровь. Хорошая новость, ее можно скрыть. Плохая заливка на IPS панели не настолько хороша, как на AMOLED в том же Mi 8. Поэтому контуры брови вы будете видеть частенько. К слову, в настройках дисплея есть и цветокор и фильтр синего. Продолжая вопрос мультимедия, скажу пару слов по звуку. Для начала возможности спикеров. Да, вы верно поняли, здесь мы имеем дело со стереозвуком. Ведь мультимедийному динамику со всех сил пытается подпевать разговорный. Звучит смартфон очень громко и даже в какой-то мере детализировано. Пропущенных звонков вы с ним не нахватаетесь. Проблема здесь скорее лишь в реализации так называемого дуэта спикеров. Как это выглядит на практике? Как вы понимаете, за приятное звучание разговорный спикер хвалить не приходится. Все это заслуги мультимедийного. Через наушники гаджет также поет крайне приятно. Если вы не являетесь поклонником хай-фай культа, уверяю, с вероятностью в 99% звучанием этого смартфона вы останетесь довольны. Бас глубокий, детальный, с легким бархатом вверх, самую малость прижат с целью избежания колкости звука. Средину, как по мне, никто не ГМОшил. Она осталась нетронутой, солиста слышно великолепно. В целом звук не агрессивный и более чем приятный уху. Что у нас по камерам? Сначала 20-мегапиксельная фронталка. Она рожает отличные фотки в условиях хорошего освещения. Если не шалить, пытаясь сделать снимок в контровом свете и не сильно трясти руками, уверяю, полученными результатами вы будете довольны. Детализация достойная, динамический диапазон средненький. Основной блок камер представлен сенсорами на 12 и 5 мегапикселей. Суммарно контент получается очень хорошим. Не знаю, есть ли в этом заслуга местного искусственного интеллекта, но снимки пока фон штопает годные. Зелень насыщенная, небо с приятно-сине-голубым градиентом. Если вы любите фотографировать, F1 вас скорее всего не разочарует. Резкость кадра адекватная, лютого перешарпа нет. HDR работает корректно и действительно спасает в некоторых ситуациях. В вечернее время фотографии также получаются неплохими. Если источник света в кадре будет присутствовать, фотография уже не станет напоминать шумное месиво, что уже хорошо. Портретки F1 также умеет создавать. Не могу сказать, что они ему удаются слишком хорошо, но мы видали и намного хуже. Важная рекомендация, не создавайте снимки с боке при плохом освещении. Эффект куклы обеспечен. Видео мы пишем в 4К без стабилизации и в 1080p с ней. С ней в смысле с электронной. Про 60 FPS смартфон не слышал, только 30-ка. Ролики получаются вполне ничего себе. И детали имеют место быть, и динамический диапазон не так уж и плох. Железо нашего образца представлено Qualcomm Snapdragon 845, который включает в себя восьмиядерный процессор с рабочей частотой в 2,8 ГГц и графику Adreno 630. ОЗУ 6 ГБ, а накопителя 64. Работает смартфон очень быстро и стабильно. Здесь летают и интерфейс, и сторонние ПО. При этом как рабочие приложения, так и игры PUBG крутятся на максимально возможной графике вообще без лагов. Танки с ультра настройками также балуют плавностью и высоким FPS. Здесь мы можем говорить про стабильные 58-60 кадров в секунду с просадкой до 55-50 в моменты эпической динамики в кадре. Да, вы все правильно понимаете, F1 это самый что не есть игровой смартфон. Синтетика производительности дарует нашему главному герою вот такие баллы. Разглядывайте скрины, а мы поговорим о нагреве и троттлинге. Перед тем как перейти к сути вопроса, небольшой скринкаст с сайта производителя. Как видите, китайцы декларируют наличие в F1 хитрой системы охлаждения. По факту мы имеем медную трубку с охлаждающей жидкостью, которая примерно равномерно распределяет тепло по всему корпусу смартфона. Все просто, и это работает. Да, работает! Да, это не просто маркетинговая уловка. Смартфон условно равномерно нагревается по всему корпусу, а не всего в одной точке. Вследствие чего, даже спустя час игры в самое требовательное время убивалки, гаджет не перестает баловать высоким значением FPS. Для демонстрации уровня троттлинга, вот вам скриншоты 10-разового прогона Antutu на Pocophone F1, OnePlus 6 и Galaxy S9+. Как видите, детище Xiaomi демонстрирует наилучший показатель сопротивления закипанию железа. Следующее спартанское испытание для нашей тройки смартфонов было таковым. Перезагрузка, чистка меню многозадачности и прогон Antutu, чтобы знать от каких цифр отталкиваться. Затем перекур на пару минут и снятие замеров температур. Потом полчаса танков, еще раз снятие замеров и прогон Antutu. После этого полчаса PUBG и снова замеры на пару с Antutu. Думаю, более чем показательно. Рассматривайте цифры, кто у нас тут троттлит сильнее всех, греется и теряет заряд АКБ. К слову об аккумуляторе. Здесь мы имеем банку на 4000 мАч, хватает ее смартфону смело на сутки при серьезных нагрузках. Это если и в играх себе не отказывать, и в телеграммах сидеть, и в ютуб поглядывать, плюс, конечно же, разговоры. Если относиться к заряду девайса более экономно, на 2 дня его батарейку точно можно растянуть. Что по времени зарядки? От родного адаптера с поддержкой Quick Charge и комплектного кабеля смартфон за 15 минут заряжается на 18%. За час до 72, за час 20, до 90. Последние 10% требуют еще полчаса кормежки. Софтвер на смартфон представляет собой агрегат на Android 8.1.0, поверх которой производитель накатил собственный интерфейс MIUI for Poco. От классического интерфейса Xiaomi оболочка отличается преимущественно визуально. Лично мне больше всего запало в душу наличие списка установленного ПО, а также возможность фильтрации приложений в нем не только по алфавиту или типу, но и по цвету. Это не только прикольно, но и удобно. Любимые нами фишки вроде жестов экрана, нивелирующих кнопки, клонирования приложений и так далее, здесь имеют место быть. Это хорошо. К слову, ходят слухи, что F1 получит 9-й Android в течение 2-3 месяцев, так что ждем-с. Главная мысль обзора, которую просто обязан постичь внимательный зритель, пока фон F1 настоящий клубок компромиссов. На каждый косяк обязательно найдется сильное качество, и наоборот, в природе это называется равновесие. И в этот момент мы должны вспомнить о щедрости Xiaomi души, о которой я говорил во вступлении ролика. Благодаря ей F1 заслужил звание самого доступного смартфона на Qualcomm Snapdragon 845. Другого такого вам просто не сыскать. Естественно, рекомендую к покупке. Таким приобретением вы точно останетесь довольны, особенно в том случае, если вы внимательно смотрели наш обзор. В описании ролика ищите ссылки на Pocophone F1 в различных интернет-магазинах, а также линк на кэшбэк, который поможет вам экономить деньги на покупках в интернете. С вами были Сергей Шихайлов и проект Ferum.com. Не забывайте поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал, а также поделиться данным роликом со своими друзьями. Это очень нам помогает. Всем спасибо за просмотр. Пока.